Сегодня Екатерина и Юрий собирают гуманитарный груз. Не одни ребятам помогают сотрудники телеканала ОТВ. Денис Харламов – оператор. Тяжелую работу взял на себя. Пока Денис загружает в машину 40-килограммовые мешки с рисом, Екатерина Крамор, корреспондент телеканала, разбирает канцелярские принадлежности. Мы разбираем канцелярию, которую передали школьники, одинцовские школьники. Нам сказали разделить все по отдельности, тетрадки, ручки, пластилины, игры, все в отдельных коробках. Обязательно посчитать надо и тогда уже можно будет отправлять. Вся гуманитарная помощь, которая поступает сюда, проходит тщательный контроль. Все продукты и предметы сортируются по коробкам, данные вносятся в базу. И только тогда можно отправлять их в пункты размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Каждый волонтер проходит инструктаж. Мы не допускаем к формированию продуктовых наборов, наборов одежды детской, книг, канцелярии, продуктов питания без предварительного инструктажа. Продукты долгого хранения, предметы первой необходимости, одежда, обувь, канцелярские товары и не только гуманитарная помощь в Одинцовском центре помощи беженцам из ДНР и ЛНР свозятся отовсюду и не только с территории Одинцовского городского округа. Сегодня сотрудники телеканала ОТВ собственноручно помогают разобрать все эти предметы, чтобы в самое ближайшее время беженцы получили гуманитарную помощь. Смотрите, ребята работают. Продолжим. Сегодня машина с гуманитарной помощью отправится в Коломну. Список всего необходимого согласован. Пункт размещения находится в пионерском лагере. Там около 100 человек находятся в равных количествах. То есть там и детки, и мамочки, и бабушки. Лилия Прибыткова в центр помощи приходит как на работу. Пенсионерка проводит здесь по 5-6 часов в день, помогает в сортировке. Пока занятия в клубе активного долголетия она не посещает, считает своим долгом помогать волонтерам. Стыдно пенсионерам не прийти и не поработать, потому что для нас это своя акция. И как можно танцевать, смеяться, рисовать, когда кто-то нуждается в этом. Поэтому я вот уже не первый день прихожу. И пока, как говорится, меня силы поддерживают. Я буду приходить и буду помогать столько, сколько нужно. Одинцовский центр помощи беженцам из ДНР и ЛНР расположен по адресу город Одинцово, Можайское шоссе, 38-Б. Если вы хотите внести свой вклад в общее дело, приходите. Сотрудники телеканала ОТВ всего за два часа смогли рассортировать около 20 коробок с продуктами, одеждой и товарами первой необходимости. Сейчас все это готовится к отправке. Мария Шматкова, Николай Бирюков, Телеканал Одинцова. Мария Шматкова, Николай Бирюков, Телеканал Одинцово.